Добрый день дорогие друзья! С вами я Мерсина Турецкая. Вы на моём канале Мерсин и мой блог. Поступил запрос от одной моей подписчицы. Просьба такая научить делать дрожжевое тесто, потому что она вроде бы с ним не дружит. Вот оно хоть и называется дрожжевое, но не все оказывается с ним дружат. Какие-то секреты нужно рассказать, наверное, чтобы у неё всё получалось. Первый секрет это все ингредиенты, которые мы приготовили для приготовления этого теста, должны быть комнатной температуры. И даже молочком можно чуть-чуть слегка подогреть, если уж оно совсем холодное. Следующее значит обязательно тесто любит растительное масло. Сдобное дрожжевое тесто мы сейчас о таком говорим. Что ещё любит тесто? Сахар. Сахар очень любит. Молоко и растительное масло тесто очень любит. Давайте начнём. Для того чтобы приготовить правильное дрожжевое тесто, нужно сначала выполнить опару. На самом деле это страшное только слово, а готовится легко опара. Что нужно для того, чтобы приготовить опару? Конечно же молоко. Смотря какой объем вы хотите выполнить, какой объем вам нужен тесто. Единственное, что могу сказать, не готовьте мало, потому что даже можно его замораживать и потом очень легко размораживается это тесто и любые пироги очень быстро будут готовы. То есть не надо будет мучиться ещё раз делать тесто. Ну конечно, если у вас есть время, то свежее тесто, но понятно, что наверное даже и лучше. Итак, выливаем молоко. Я взяла стаканчик молока. И выливаем что-то такое, то что вы уже как бы не будете может быть есть. Это может быть прокисший кефир, простокваша, прокисшая сметана, я не знаю. В общем, что-то такое. Вот у меня сегодня это прокисшая сметана, не поверите. Вот она у меня постояла в холодильнике. Я смотрю, уже всё. Она какая-то не такая. Вот я её сейчас буду использовать. Единственное, что я сделала, я в неё налила немножко воды. Она была очень густая, такая уже загустевшая. Вот водички добавила. И она вот такая получилась, как густой густой кефир или густая простокваша. Вот я её сейчас тоже выливаю. Итак, вот это кисломолочные продукты у нас получились. Друзья, так вот получилось первое это действие. Мы вот налили молочные, кисломолочные продукты. Некоторые делают дрожжевое тесто только на молоке. Ну, опять же, если вот у вас есть, например, что скисло, да, то всё сюда. Следующее мы добавляем сахар и соль. Соль обязательно добавляем, потому что дрожжи любят соль. Итак, чайная ложка соли. И вот на это количество молока, то есть это стакан молока, грубо говоря, и стакан простокваши у меня получилось. 100 грамм сахара. Вот по-турецки, да, по-турецки вот у нас сахар. Вот, и даже чуть-чуть-то может быть 105 грамм. Следующее, что ещё любят дрожжи? Конечно, они любят яйца. Разбиваем два яйца. Я не советую разбивать сразу. Я советую разбивать сначала вот сюда. Я вам расскажу, почему. Однажды я так разбила, а яйцо было тухлое. И в итоге у меня всё вот это вот пришлось выбить. Поэтому сначала разбиваем в какую-нибудь посудинку. Смотрим, яйцо нормальное. Переливаем. Второе яичко. Нормальное. Переливаем. Так, что мы ещё не добавили? Не добавили ванильный сахар. Ну, можно добавлять его, можно не добавлять. Ну, вот, смотря какое тесто. Если тесто на пироги, на сладкие, то, конечно, ванильный сахар лучше добавить. Лучше добавить, да. Да, на любые пироги лучше ванильный сахар добавить. И сейчас я добавляю в последнюю очередь дрожжи. Растительное масло чуть-чуть позже, чтобы не забить эти дрожжи. Понимаете, растительное масло всё обволакивает. Если мы сейчас нальём туда и растительное масло, и бросим дрожжи, у нас получится, что они могут и не раскрыться хорошо. Вот, одиннадцать грамм дрожжей сухих. Вот, ни много ни мало, да. Вот, распределяем ровненько. Всё, распределили. Дальше венчиком. У кого нет венчика, значит, можно ложкой. Нужно тщательно растереть дрожжи. Чтобы они вот именно как бы здесь растворились, да. Мы их как бы растираем. Вот, посмотрите. Уже пошёл запах. И знаете, вот даже сейчас уже пошли вот эти вот, как маленькие такие пузырёчки подниматься. То есть, настолько свежие и хорошие дрожжи, от дрожжей очень много зависит. Конечно. Если у вас плохие дрожжи, никакое у вас тесто не получится. Поэтому, когда берём в магазине сухие дрожжи или не сухие, то надо смотреть на дату. Когда были изготовлены они. Ну и на фирму, конечно. Вот у меня, получается, они годны до 15 декабря 24 года. Вот до фанатизма не надо. Вот если там остались даже какие-то вот такие вот, да, мелкие сгустки этих дрожжей. Не надо прям вот до фанатизма вот тут вот стоять и прям вот это всё разбивать. Всё. Немножко побулькали хватит. И половинку вот растительного масла. Половиночку. Продолжаем. Вот смотрите, как странно. Как растительное масло добавила, уже какое-то прям однородное получилось состояние. Вот моей вот этой вот жижи. Следующее действие. Вот всё добавили сюда и ванильный сахар, дрожжи, кисломолочные продукты, не молочные. Кто-то добавляет молоко и в воду. Смотря что вам надо получить. Эластичное тесто или просто чтобы оно как бы пышненькое было. От этого тоже разница есть. Итак, добавили. Растёрли. Вот такой получился результат нашего растирания. И следующее. Нужно добавить примерно 10-12 ложек муки. 8-10-12. Ну вот примерно в таком столовых ложек. Но можно и на глаз. Потому что вот уже как бы знаю я, что это будет примерно вот. Ум. Эта мука. Вот. Примерно это будет 100-150 грамм вот этой муки. Можно так отмерить. Можно сразу же. Значит, это будет 100-150 грамм муки. Можно отмерить мерным стаканчиком, а можно прям сразу. Ну вот я хочу мерным стаканчиком отмерить. Ну где-то там 100-150. Ох, много как. Да, вот чтобы так много не сапануть, лучше все равно отмерить. Вот. 150-100-150 грамм. Вот. Мерный стаканчик у меня, да? Получается 100-150 грамм. Получилось ум. Это мука по-турецки. Вот получилось 100 грамм муки. Конечно, лучше её провести через вот такой вот ковшик сита. Это даст возможность воздуху попасть. А дрожжи, сами понимаете, их же, им же нужен воздух, чтобы они могли подниматься. И когда мы вот сюда добавляем этот воздух, то, конечно, они лучше будут подниматься. То есть нам нужен воздух. Теперь смотрите, здесь уже опыт. И опыт сын ошибок трудных. И гений парадокса вдруг. Здесь уже опыт нужен. Почему я говорю? Сколько жидкости, да, столько... В пропорции к жидкости мы должны добавить для этой опары, соответственно, столько же и муки. У меня получилась эта опара жидковатая. Вот я смотрю, она мне вот... Прям вот я чувствую, что она тут как вода у меня булькает, да? Поднимется, не поднимется, но поднимется. Но мне нужно бы еще сюда добавить муки. Немножечко, но нужно. Это уже, вот видите, это уже с опытом приходит. То есть, значит, на каждый стакан молока все-таки мы добавляем по 8-10 ложек муки. Значит, у меня получилось 2 стакана молока. Значит, муки где-то мне нужно было 16 ложек добавить. Ну, то есть, чуть-чуть больше, чем я добавила. Сходя из той жидкости, которая у меня была. Вот сейчас, да, сейчас то, что она была. Вот должно быть такое, знаете, как жиденькая сметанка. Вот как жиденькая такая сметанка, вот что-то такое должно быть. Получиться. Даже уже видно, пузырьки, смотрите, уже видно, что пузырьки пошли, видите, по краям. Хороший знак. Как только мы это все сделали, включаем духовку буквально на 2 минуты на прогрев. Потом все выключаем эту духовку и ставим туда нашу опару. Примерно на минут 40. Ну, смотря какая опять температура в квартире, смотря какая у вас духовка, смотря какие дрожжи. То есть, пускай она там постоит. Не торопитесь ее вытаскивать, пускай она хорошо подойдет. Пускай даже часик постоит. Ну, полчаса точно она там должна постоять. Итак, мы встретимся через полчаса и посмотрим, что у нас произошло. А я пойду сейчас работать с духовкой. И так прошло определенное время. Я достала опару. Вот, смотрите. Это просто какой-то вот пух такой получился. То есть, дрожжи свое дело сделали на отлично. Теперь начинаем выполнять самое главное. Замешивать тесто. Вот сейчас я осажу их. Видите, я их осаживаю и их становится меньше. Вот, осаживаю. Воздух оттуда, который опускаю. Пахнет, конечно, сдобой. Вкусный такой запах. Многие любят запах сдобы. Вот, пахнет сдобой. Итак, друзья, дальше нужно вот что делать. Месить вот это тесто до состояния густоты. Постепенно добавляем муку. И потом переходить работать на стол. Пока пакетик нам не нужен. Итак, здесь уже можно не меряя. Можно и большим было, кстати, ковшиком работать. Ну ладно, такой у нас тоже аккуратненький ковшик. Так, смотрите, все мы это проводим через сито. Я не знаю, есть в России такие ковшики или нет. Но в Турции я скоро хочу сделать такое видео по тем пластиковым предметам, которые я здесь купила для хозяек. Нужно теперь собрать их по дому и показать, что здесь есть. Я думаю, что в России тоже много. Но там вот этот шарпотреб китайский, он, конечно, забивает. Ну и турецкого, конечно, ничего такого нет, наверное. Потому что китайцы все-таки, они рынок этот держат. Вот какие-то даже, видите, крошечки, крошечки мучные. Все это вот нужно перетереть. Итак, я один ковшик добавила, у меня уже получилась какая-то густота. Вот нужно ее, конечно, размешать до однородной консистенции. Забивать тесто сразу мукой. А все-таки дать ему возможность сначала впитать одну партию муки. И потом уже переходить к следующей. Вот что получилось. Даже сейчас уже видно, что тесто, оно как бы такое пышущее, да? Как пушит вроде бы. Так. И порционно. Продолжаем добавлять муку. Примерно сюда уйдет, ну, с килограмм муки, наверное. С килограмм муки, я думаю, сюда уйдет. У меня вот пакет вот этот 2 килограмма. В Турции невозможно найти вот то, что хочется именно русскому человеку. Вкус. Вкус иногда хочется вот именно таких пирожков, как вот в России ели. Или таких батонов, как вот в России мы кушали. Хлеба такого, как в России. Ну, в общем, здесь как-то все равно все своеобразно. Все очень своеобразно. И иногда, потом даже не иногда. Сначала вроде бы ты наслаждаешься этими вкусами, а потом у тебя вот эта ностальгия вкусовая наступает. И ты хочешь что-то вот такого вот. Друзья, ну, конечно, сама погода, природа. Не сказать, что здесь хорошо здесь. По погоде, по природе. В море рядом. Бассейн есть. Вот у нас продлили работу бассейна до 1 октября. До конца месяца, вот сентября получается. Я бегала с бумажками. Дети просили, чтобы бассейн не останавливался. Потому что здесь в Турции какие-то странные законы. Как только дети якобы иду в школу, бассейны закрываются. Придомовые. Вот. Но не во всех комплексах. В каких-то комплексах все-таки они работают. Мне неоднократно про это говорили, что вот даже в конце сентября, даже у кого-то в октябре еще бассейны вот функционируют. Смотря какая погода стоит на улице. И вы знаете, я очень рада тому, что у нас функционирует еще бассейн. Вот до конца вот этого сентября месяца. Потому что, ну на самом деле, это удобно. Ты просыпаешься и можешь насладиться. Зарядка такая, да, в воде. Все это полезно. На свежем воздухе, тем более. И так, вот смотрите, я вбила вторую порцию муки. И так, посмотрите, я вбила вторую порцию муки. Но еще не добилась той консистенции, которая мне нужна. То есть, все пока еще в жидком состоянии. Вот. Помнится как-то вот раньше еще, когда я делала вот такое вот тесто. Например, на пельмени, да. Мне очень нравилось, когда я вот много сразу муки положу. Оно схватится, это тесто. И ты потом спокойно размешиваешь на столе. Но у вас дрожжевым так как-то нельзя поступать. Вот все-таки здесь нужно знать меру и вот порционную. Порционную вбивать. Помните о том, что в воздух туда, вот в слои теста должен попадать воздух. И так, третья порция. Третий кувшик. Вот сколько сейчас возьмет тесто муки. И потом я перейду работать с тестом уже на стол. Стол должен быть чистый, сухой. Я про это все время говорю. Используйте вот бумажное полотенце для того, чтобы протирать начисто стол. Чтобы там ни пыленки, ни соренки в тесто не попадало. Потому что все-таки это же продукт. Некоторые прям так с этим тестом работают. Каждую пыленку загребут. А даже вот, мне кажется, не думают, а вдруг там какая-то грязь. Ну, то есть, все надо делать, конечно, аккуратно. С чистыми руками, с чистой совестью. И с добрым сердцем. Как ни странно, говорят, что тесто, оно да, оно как бы понимает, кто человек с открытой душой, а кто не с открытой. Вроде бы, как тесто. Вот. Не у всех получается. Ну, не знаю. Мне кажется, это какая-то сказка. Это сказка. Как вот говорят, что... Американцы говорят, что нет любви, это химия. Вот так и здесь тоже. Может быть, это какая-то сказка. На уровне, как и химия возникает. Такая вот реакция. Вообще, наверное, хвала тому человеку, который изобрел муку, изобрел хлеб. Именно вот такой метод приготовления. Не думаю, что это китайцы. Хотя, может быть, и китайцы изобрели это все. Мне кажется, это такую глубокую историю хоть, что мы даже не знаем, кто это все изобрел. Ну, конечно, очень интересное изобретение, потому что, ну, реально, вырастить пшеницу, потом собрать ее там, да. Потом ее, значит, надо же еще от плевел очистить зерно, чтобы было чистое. Высушить, размолоть, получить муку. Потом из этой муки опять слепить какие-то лепешки, хлеб. Друзья, вот смотрите, я доработалась до того, что я уже вот вижу, что у меня как-то вот мука, она уже по верху остается. И даже вот в чашке, я вам сейчас покажу. Вот в чашке здесь какая-то мука образуется. Такая, которая уже как бы не впитывается в тесто, да. То есть, какой-то порог впитываемости я прошла. Я преодолела порог впитываемости муки. Поэтому нужно переходить на стол. Значит, все вытираем аккуратно. Понятно, что здесь где-то мука, но вот муку не надо вытирать. Ну и вот где-то вот так все-таки протереть все как следует там, да, или какой волос попал. В общем, все вытираем на несколько раз салфеточкой. Вот, здесь очень все просто, значит, припыляем стол обильно мукой. Я объясню, почему обильно. Потому что вы не поверите, хоть там вот так вот все и есть, но на самом деле там очень много еще внутреннего пространства, в которое тоже впитается мука. Потом еще этот колобок здесь покатаю. По сусекам, по скребу, по палате помету и получу, так сказать, тот результат, который мне нужен. Но сейчас, видите, я только взялась и сразу же уже липнет. Это нормально, это нормально. Вот поэтому здесь даже немножко нужно забить вот это тесто немножко мукой. Ну, чтобы руки не липло к столу и не липло к рукам. Все-таки вот здесь, да, упорство такое проявить и попытаться посмотреть. Вот липнет, липнет, липнет и к столу начало липнуть. В общем, все понятно. Муки еще впитает оно. Муки еще, да, мука еще войдет. Потому что вот даже я нажимаю, да, и вот у меня вот здесь вот уже мокрое остается. То есть не должно этого быть. Поэтому не бойтесь вот именно на этом этапе немножко этой муки побольше все-таки на стол высыпать, чтобы у вас эти руки вот как бы не липли. Вот, посмотрите, видите, к рукам липнет. Иначе давно еще будет впитывать. Но это тоже, это с опытом приходит. То есть это не сразу вот так вот взялся там, да, и ты уже знаешь, ага, вот так вот будет. То есть все это с опытом. Посмотрите, сколько я припырела и фактически вот ничего не осталось. То есть оно еще впитывает. Впитывает. Вот оно уже пошло опять прилипать к столу. Опять это мне не нравится. Я начинаю припылять. Потому что я хочу сделать крутое тесто. Опара подошла, значит уже можно более крутое тесто сделать. Конечно, на муки не хватит. И вот так вот мы колобочком его, вот так вот мы его, короче, должны, вот оно еще липнет. То есть мы его должны и расслаивать, когда вот так вот делаем, да. Как бы вот так делаем и мы его как бы расслаиваем. А где расслаиваем, там получаем вот это вот липкое ощущение и понимаем, что там еще да, там еще нужна мука. В общем, работаем с тестом до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Вот сейчас уже лучше. И помним, что у нас еще осталось масло растительное. Не до фанатизма. Вот эту липкость убираем, но стараемся все-таки убрать ее. Да, сегодня я, кстати, много теста завела. Обычно я завожу на полтора стаканчика. И это мне хватает, ну, на два пирога таких небольших. Хватит. А сейчас, видите, я завела на два стакана и вот уже рука, да, рука уже не справляется. Дыхание, видите какое. Конечно, это тяжелая работа. Работа с тестом, это довольно-таки тяжелый труд. Мужчины, в основном, с тестом работают. На юге, я знаю. Вот, друзья, смотрите, вот сейчас, да, мне уже нравится. Я понимаю, что если я еще его буду забивать, это тесто, да, еще буду забивать, то я перейду границу и просто забью его все. Вот оно у меня уже к рукам как бы перестало липнуть. И вот на этой стадии я начинаю вбивать туда растительное масло. Не поверите, тесто очень любит растительное масло. И вот когда сейчас я буду вбивать растительное масло, я вот эти все ошметки, которые здесь образовались, ну, грубое слово, конечно. По-другому как-то не назовешь. Все, что тут вот пообразовывалось в тазике, на столе, в тазике тут, да, какие-то вот есть. Вот все этим растительным маслом я сейчас уберу. И у меня будет тазик блестящий и чистый. Даже вот нужно вот так вот здесь повалять это тесто. Надо убирать все это. Это оно все в себя убирает. Вот видите, это же все вот опыт. Вот один раз сделаешь, второй раз сделаешь, и потом уже смотришь, ага, ты уже понимаешь, где, как говорится, собака порылась, где, какая ошибка была. Или наоборот, ты все правильно, хорошо сделала. Или наоборот, еще надо как бы поучиться. И вкусовые тоже ощущения проверяются. Ну, как я и говорила, тазик у меня стал просто блестяще чистый. Так, тазик стал блестяще чистый, а я продолжаю работать с тестом и с растительным маслом. И все-таки пытаюсь в это тесто как-то вот заслоить вот это масло. Слоить туда это масло. Тут его не так много, поэтому оно тут быстро сейчас войдет. И уже, смотрите, уже вот когда я начинаю работать, я смотрю, у меня уже и к столу ничего не липнет, потому что масло растительное не позволяет этому ничему липнуть. В то же время вот на столе все это вот можно собрать. Все собрать. Все, что здесь было, какой-то вот припыл. Все, что припылялось, оно все в себя вбирает. Ну, за счет, конечно, масла и за счет того, что я его уже вымесила до определенного состояния. И вот попытайтесь все-таки его не только так вот на столе месить, а вот и руками поразрывать где-то, да? И в это место вот влить, попробовать его вот, да? Это тесто. То есть добавить ему сдобы за счет растительного масла. Вы же видите, сливочное масло я сюда не добавляю. Вот. И когда оно еще липнет, тоже вот в этих местах, вот тоже так вот, видите, оно как губка такое становится. Уже и масла мало осталось, и тесто уже разработано. Вот и тем самым мы как бы открываем клейковину теста, потому что здесь очень важно открыть клейковину. То есть когда мы бисквит делаем, мы наоборот, не надо открывать клейковину часто, а все делать быстро. А когда мы дрожжевую делаем, то у нас процесс получается более длительный. И вот опять на разрыв, на разрыв. И вот этим разрывом собираем масло, а это запечатываем как бы вовнутрь. Я не знаю, видно, нет, как-то, наверное, и не видно. Я вот так вот сюда уйду. Вот на разрыв, на разрыв. И вот в эти разрывы, вот когда уже, видите, палец липнет немножечко, и вот мы его обволакиваем. Тем самым мы его как бы расслаиваем за счет масла растительного в слои превращаем. Слоится оно у нас. И пытаемся его туда вбить. Совсем чуть-чуть осталось здесь, прям капелечка. Ну, то есть еще помазать хорошо. Тазик смазать. Тесто тоже. Немножко стол, да. Стол будет такой немножечко у вас жирноватый. Ну, все, вот тесто этим все надо собрать. Кому это вообще не нравится, чуть-чуть припылите мукой и все соберите. И масло, и муку, и все в это тесто. Видите, уже ничего не липнет. Уже все зашипись. Грубое слово, ну, другого даже придумать не могу. Подходит. Все как бы как в доктор прописал. Вот. Можно, да. Кому-то хочется, если чтобы и масла у него на столе ничего не было, припылите чуть-чуть мукой. И вот так же опять пособирайте все это. Пособирайте. Смотрите. Тоже нормально получается. Уже ни масла нет, ни муки. И все. Начну в тесто. Друзья, смотрите. Вот такое тесто получается. Видите? Похлопаем его. Это тоже полезно для теста. Похлопали. Положите в тазик. Тазики тоже покопали. Немножко как бы расплющили. Да. Все посмотрели. Да. Все хорошо. Вот результат. Теперь мы его опять ставим под пленочкой. Опять ставим в теплое место. Если надо быстро. Если быстро не надо. Ну вот вы сделали, например, вечером, да. А вам утром пироги печь. Некогда утром с теста возиться. Вам надо... Оставьте ног при комнатной температуре. Оно... Да. И самое главное, чтобы повыше было у вас. Чтобы оно вот потом вот так вот не вышло. Имейте ввиду, что даже когда это тесто у вас поднимется, оно еще потребует муки. То есть еще мука на приплу должна быть. Итак, вот мое видео на этом заканчивается. Давайте еще раз я вам покажу результат. Да. Потом, когда оно поднимется, я вам еще покажу окончательно, что получилось с тестом. Вот таким образом я делаю тесто. Всем желаю удачных... Вот если вы будете повторять за мной. Желаю вам также удачно выполнять все по тесту, по дрожжевому, сдобному. Не бояться того, что у вас когда-то скисло чего-то дома. Простокваша или сметана. То есть этого совсем не надо бояться, переживать. И выкидывать эти продукты не рекомендую. Потому что они вот как раз таки очень нужны здесь. Когда вы делаете дрожжевое тесто. Вот здесь такие продукты прям необходимы. А вы знаете, что мы часто хотим побаловать наших домочадцев, наших детей пирожками, какими-то там рулетиками. Вот это тесто самое то, что надо. Итак, я его оставляю. И потом мы с вами вместе посмотрим, что получилось. Друзья, итак, результат моих трудов работы с тестом. Вот оно как поднялось. Посмотрите, какое тесто. Пышащее, нежное. Вот я его сейчас осадила. Видите, насколько оно поднялось высоко. И теперь это тесто у меня пойдет на пироге. Я хочу сделать пирог из него. Хочу вам сказать, что мне не нужно было в тот день это тесто. Оно мне не нужно было. Поэтому, когда я вот все это сделала, я его поставила в холодильник, чтобы не поднималось оно. И вот сегодня утром я его достала. И вот я вам показала результат. То есть оно поднялось. Вот сейчас оно может второй раз подняться, раз я его осадила, воздух выпустила из него. А может и не подниматься, но мне в принципе не нужно, потому что я сейчас уже начну. Ну вот эластичность теста я вам показываю, что оно не липнет ни к чему. И вот это вот самое настоящее дрожжевое тесто. Смотрите, эластичность какая. То есть не рвется. Вот, друзья, сейчас я приступлю к изготовлению пирога. Хочу сделать пирог. Вот смотрите, какое тесто. Вот я сейчас еще ближе покажу. Вот какое оно. Прям вот оно. Очень приятное на ощупь. Вот, я сейчас буду делать пирог с капустой. И все это вам покажу. Для этого пирога с капустой мне, конечно, понадобится капуста. Но это уже будет другое видео. Давайте мы сейчас это видео закончим по тесту. Желаю вам всем таких же результатов, как у меня. Чтобы у вас получалось прекрасное дрожжевое тесто. Чтобы вы не расстраивались, когда у вас не получается. И до новых встреч. До новых творческих кулинарных успехов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова